Таджикистан Повсеместно в специализированных магазинах можно приобрести импортные семена и химические удобрения, отвечающие мировым стандартам. Компания «Арши Сомон» – одна из фирм-поставщиков. Своим потребителям предоставляет и услуги выездных консультаций. Наша цель – предоставить для Дихкан высококачественные и по цене доступные семена, чтобы производимые урожаи могли экспортироваться за пределы региона. Мы работаем с такими компаниями, как «Голсан», «ФМС», «Кеменова». Эти семеноводческие компании являются самыми востребованными за рубежом. Перед тем, как завести продукцию семена, проходит тщательный контроль. Производится сертификация со стороны государственных учреждений. Перед тем, как семена выйдут в продажу, их испытывают на демонстративных полях в трех регионах республики. «Мы опробируем завезенные семена в Кургантубе, Кулоп, районе республиканского подчинения, Сагдийская область. Бесплатно раздаем Дихканам, чтобы они сами испытали эти семена. После заключения агрономов и ученых, семена попадают в открытую продажу». Абдухафиз Аминов выращивает в своей теплице новый вид томата – А9. Первый раз 22 июля он посеял семена томата. А 22 августа Дихканин уже пересадил ростки в почву. Соблюдая все агротехнические мероприятия и вовремя получив консультацию, Абдухафиз смог вырастить ранний томат без потерь. «Мы давно боремся с вредителем от Ашбак. Он пожирал наш урожай. На 6 сотках я посеял семена томата А9. Этот вид томата остался стойким. С каждой сотки земли получили по 500 килограммов томата». Вместе с тем от импортных видов семян гибриды F1 невозможно получить семена на следующие годы. Их можно использовать лишь один год. Дихканам закупать каждый год импортные семена накладно, ибо стоимость, например, 1 килограмма семена турецкого хлопчатника стоит 40 сомани, а таджистского – 10 сомани. С другой стороны, отечественные семена, к примеру, хлопка, дают низкокачественное хлопковолокно, не выдерживают вредителей. «В 2005 году мы впервые завезли в сок лучший сорт семян хлопчатника кармен и флора. С тех пор у нас, согласно поддержке руководства области, идет налаженная поставка семян хлопчатника. Сегодня мы из Турции завозим 4 вида семян хлопка. Они дают 40-45 центнеров урожая, когда местные сорта всего 33-34%. Технологии идут вперед, и импортные семена имеют свои сроки». Ахлидин – земледелец из Гесара. Учитель по профессии, более 20 лет занимается выращиванием овощей и виноградника. В этом году Ахлидин закупил отечественные семена картофеля из Сагдийской области. «У нас есть сад и также земли, на которых мы сажаем картошку. В наших краях также используют импортные семена. Самые востребованные – семена кукурузы, так как дают два урожая в год. Я не использую импортные семена, потому что вкусовые качества продукции плохие. Да, рыночный вид есть, но вкуса нет. Я считаю, что хороший урожай могут дать и наши семена. Нужно вовремя соблюдать и полив, и подачу минеральных удобрений. Наши семена доступны и по цене». Аграрная отрасль начинается с семян. Селекция и семеноводство – это то, на чем держится сельское хозяйство. В Центральной лаборатории качество семян определяет, годны ли семена для поддержки отрасли. «В нашей лаборатории для качества семян мы проводим несколько исследований. Мы проверяем семена на прорастание, влажность, насколько чистые семена, выявляем чужеродные примеси и стойкость на различные виды болезней и вредителей». В зависимости от импорта проблема семеноводства давно беспокоит специалистов и ученых. Все они в один голос утверждают, что потенциал для семеноводства у Таджикистана есть, нужны специалисты и господдержка. «Цепь между наукой и между производителем семян в нашей республике, к сожалению, не так крепка, и она нуждается в дать. Ниже усиление сотрудничества ученых-селекционеров со семеноводством фермеров в производственных условиях. Для этого, конечно, в Лешней Весу надо создавать ассоциации специализирований, ассоциации по производству семян и овощных, и кормов, и других культур. Например, я могу привести такого примера из области горной мочи. Есть там создана в последние годы ассоциация куисуни-мочо. Они как раз и занимаются размножением ценных новых сортов картофеля. И благодаря этой ассоциации, пока она тоже не такая в финансовом плане крепкая, но она пока в республике единственная, почти можно сказать. А вот такую практику, я думаю, чтобы они занимались, эти ассоциации, наряду с размножением высокорожайных, более-менее транспабельных сортов других культур, в частности, например, помидоры, огурцы, они должны заниматься именно местными сортами. И они способствуют, чтобы наши местные сорта были в какой-то степени сохранены для будущего поколения. В республике были сотни семеноводческих хозяйств. Благодаря государственной поддержке эти хозяйства были специализированы в СОГДе, в Хатлоне, в ГБАУ. С распадом Советского Союза экономические нити разорвались. И сейчас наши фермеры зависимы от завозимых сортов, которые поступают через разные каналы из других стран. Рынок зарубежных сортов стесняет отечественные семена. Фермеры, надеясь на большую прибыль от этих зарубежных сортов, к сожалению, они теряют наших ценных сортов сельскохозяйных культур, а также очень ценного, локального, местного, адаптированного материала, которые долгое время их сохранили, их приносили к следующему дня наши дяди, прадеды и так далее. Поэтому сейчас очень актуально, если в нашей республике, я думаю, прежде всего это должно заинтересовать Министерство сельского хозяйства нашей республики, научно-исследователь институтов, и чтобы они занимались именно сохранением местных сортов, которые долгое время были в руках наших фермеров. На сегодняшний день отечественное сельскохозяйственное производство не в состоянии обеспечить растущие потребности страны. Дефицит семян основных культур, выращиваемых в республике, по словам сельхозминистерства, временное явление. В республике принята программа до 2020 года по усилению и поддержке семеноводских хозяйств. Сегодня по всей республике таких хозяйств насчитывается 22. Ежегодно селекционируется по 5-6 новых видов семян. Согласно программе, будет усилена техническая база. Средства будут выделены для исследования, но это только полдела. Чтобы семена стали товаром, они должны быть отсортированы, отшлифованы, откалиброваны и инкрустированы. Тогда семена приобретают высокую семенную ценность и могут быть проданы. В 2014 году, 721 тонна пахта, 4,400 тонна гандоми тухмей куштифат, и 9653 тонна картошка тухмей куштифат. Это не было ни сих пор, ни сих пор, ни сих пор, ни сих пор. В 2014 году, в 2015 году, 35,250 тонна пахта тухмей куштифат не получил, и, в последнее время, пахта тухмей куштифат не получил, и 19,388 тонна пахта тухмей куштифат не получил. Дедушка Бэвуджон всю свою жизнь посвятил земле. В далекие годы он со своей бригады осваивал новые земли. Ему обидно, что на таджикской земле свою лунку заняли импортные семена. Я полвека работаю на земле. Семена мы сами производим из семян. Технология проста. Бросаю луковицу в воду, семена плохого качества всплывают на поверхность. Хорошего остается на дне. Мы брали хороший урожай. Сейчас уже не найти таких семян. Появилось много вредителей и болезней. Семена на грядках с иностранной пропиской. Сегодня на таджикских полях, кроме дихкан и земли, остальное все импортное. Семена, химия, техника. Таджикистан, который раньше славился своими экологически чистыми фруктами и овощами, теперь заполнен импортным товаром. Но ученые руки не опускают и продолжают заниматься тем, что умеют – выведением новых сортов. Они верят, что у отечественного семеноводства откроется второе дыхание. Лучше производить свое, чем работать с иностранным генофондом.